Стартовал футбольный сезон в Урало-Сибирском дивизионе третьей лиги. Магнитогорск в нынешнем чемпионате будет представлять не только главная команда Металлург, но и молодой коллектив Умка. Более у календаря уже в первом туре они встретились между собой. На матч открытия побывал и наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Не прошло и полутора минут, как счет в матче был открыт. После прострела в штрафную, несогласованные действия голкипера и полевого игрока Умки привели к автоголу, который был записан на вратаря Семена Маслова. Следующая неприятность для него случилась буквально тут же. Полузащитник Металлурга Александр Бирюков великолепно исполнил штрафной удар, с 20 метров послав мяч под перекладину. Дебют молодой команды в лиге получился неудачным. В этой команде 2001 год, 2005 заявлен. То есть по факту, когда анализировали, соревнований для 2001 года уже и нет. Они как бы и должны выпуститься, и играть им негде. И по сути, выпускники у нас уходят просто на улицу. Поэтому было принято такое решение, что организовали команду. На девятой минуте Иван Волоснов после великолепной комбинации партнеров забил третий мяч. А к исходу стартовой половины Александр Бирюков и Боди Борчешвили довели счет до разгромного. Металлург атаковал практически непрерывно. В оставшееся время Борчешвили оформил дубль, а Бирюков – хет-трик. Итог 7-0. Разумеется, молодую команду Умка ждет непростой сезон. Но главное для ее игроков сейчас – не высокие места, а возможность продолжать заниматься любимым делом. Может, каких-то звездочек увидят не только в нашей команде футбольного клуба «Металлург» и возьмут их себе в состав. Ну и, может быть, и другие клубы увидят наших воспитанников и пригласят у ребят как бы будет футбольное будущее, шанс на футбольное будущее. Но «Металлург» начал сезон на хорошей волне и добавил болельщикам оптимизма. Ведь намерения вернуть команду в профессиональную лигу с каждым годом звучат все более категорично. Задача поставлена однозначно на сезон – занять первое место. То есть при условии, что они занимают первое место, на следующий год они играют во второй лиге. А финансирование мы осилим? Ну, финансирование будет у нас софинансирование с областью. Как бы сначала пусть выполнят задачу, а потом мы уже поговорим о финансировании. Следующий тур в Урало-Сибирском дивизионе пройдет 1 мая. Павел Зайцев, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...